О своем диагнозе Елена узнала в 2012 году. Перед этим Лена вынуждена была пройти бесчисленное количество анализов и обследований. Точный диагноз врачи не могли установить на протяжении 12 месяцев. За это время опухоль в кишечнике достигла просто огромных размеров. Стадия переросла в четвертую. Лене было проведено 7 курсов химиотерапии, но против этого типа рака они были бессильны. Девушки предложили лечение в Израиле, и Елене удалось собрать необходимую сумму. За границей ей сделали 4 сложнейшие операции. Проводилась лекарственная и лучевая терапия. Елене удалось выйти в ремиссию и отдохнуть от болезней, наладить личную жизнь, устроиться на работу в медицинский центр. Но спустя 6 лет, в 2021 году, Лене вновь сообщили страшную новость. У нее нашли еще один вид рака с тотальным поражением в желудке и метастазами в другие органы. Четыре пройденных курса иммунотерапии не изменили тяжелой ситуации. Препараты оказались бессильны против низкодифференцированной карциномы. У Лены был практически перекрыт пищевод крупной опухолью. Она не могла есть и была сильно истощена. Требовались срочные меры, но в государственных больницах приходилось постоянно ждать своей очереди. Елена была вынуждена лечь в частную клинику на установку стента, без которого питание и даже употребление жидкости было невозможным. Стоимость установки стента составляла около миллиона рублей, помимо многочисленных более мелких чеков на все возможные процедуры. После этого предстояла химиотерапия. Стоимость каждого курса 120 тысяч. Но сперва нужно было открыть пищевод. Перед операцией Лене пообещали, что поставят закрытые стенты. В их клинике используют исключительно эти виды конструкции. Преимущество такого вида стента в том, что в дальнейшем его можно будет удалить из пищевода. Лена согласилась на установку нескольких таких стентов. Друзья сейчас общались с врачами и сегодня мне будут ставить третий стенд. Ежедневно Лена отдавала клинике около 300 тысяч рублей, собранных подписчиками девушки в социальных сетях. Но врачи не торопились, назначали другие процедуры и ненужные препараты, спровоцировавшие развитие сильного асцита. Не дождавшись основного лечения, Лена выписалась из клиники и стала искать другие варианты. На следующий день после выписки появились боли в области пищевода. С каждым новым днем они становились сильнее. Не спасали даже тромодол и морфин. Лене прописали пластыр фентанилом. Но и после него девушку продолжали мучать сильные боли в пищеводе. Делена поехала в Герцена и попросила сделать гастроскопию, после которой врач сообщил Лене, что у нее стоят непокрытые стенты, уже вросшие в ткани и не подлежащие удалению. Именно это оказалось причиной столь сильных, некупируемых ничем постоянных болей. Там стоят непокрытые стенты и что снять их невозможно. Самое страшное то, что в пищевод нельзя стоять непокрытые стенты. И у меня просто там вот такая труба и железо, в которой все проваливается, потому что ничего не сокращается. Когда сокращается, пытается сократиться, да, пищевод у меня все режет изнутри. Состояние Елены быстро ухудшалось. Девушка попала в реанимацию и домой уже не вернулась. О смерти Лены в августе 2021 года сообщил ее муж. Перед смертью Лена успела обратиться за помощью в суд. Однако она была далеко не единственной пациенткой, пострадавшей от деятельности врачей клиники «Медицина 24 на 7». В 2021 году было арестовано несколько специалистов клиники. В 2022 отозвана лицензия на медицинскую деятельность, после чего сама клиника была спешно переименована на «Медика-24» и продолжает оказывать медицинские услуги. Но единственная моя просьба — распространить это видео, чтобы уберечь других людей от того, что может произойти с ними. К сожалению, никто не застрахован от этого, и выбирать медицинское учреждение нужно грамотно.